Девушки отдыхают В начале 90-х эта игра перевернула сознание многих геймеров Там есть время подумать Там можно сохраниться в любой момент времени С каждым годом, с каждым выходом новой серии игра только эволюционировала Но выход четвертой революционной части разбил любителей игры на два лагеря Началась не клановая вражда, но близко к этому Этот мир ежегодно притягивает миллионы геймеров со всего света Погрузившись в атмосферу волшебства и магии Добра и зла забываешь обо всем Это мир героев меча и магии Девушки отдыхают История серии Might and Magic началась в 1983 году, когда Джон Ван Каннигхем основал маленькую компанию New World Computing Через несколько лет ей предстояло стать настоящей легендой игрового мира Первый шаг триумфального шествия был сделан в 1986 году Свет увидела первая игра ролевой серии Might and Magic Вселенная Might and Magic взяла лучшее от двух самых популярных в то время ролевых систем Wizardry и Dungeons & Dragons Ролевые игры этого сериала быстро снискали популярность среди геймеров Однако в какой-то момент New World Computing решилась на неожиданный шаг Сделать еще одну линию во вселенной Might and Magic Но не ролевую, а стратегическую Джон Ван Каннигхем вместе со своей командой решили выпустить игру Как бы пересекающуюся с вселенной Might and Magic Игра называлась Kings Bounty и вышла в 1990 году Игроку предстояло за ограниченное время захватить четыре континента Отыскать на каждом по фрагменту карты и вернуть украденный скипетр порядка Чтобы его разыскать, приходилось сражаться с различными сказочными существами Нанимать армию, передвигаться по карте Kings Bounty проходится за 200 ходов Первый опыт на стратегической Ниве оказался очень успешным И в 1995 году команда Джона Ван Каннигхема Решила дать жизнь полноценному стратегическому сериалу И нарекла его Heroes of Might and Magic Это была пошаговая стратегия, основанная на вселенной Might and Magic Если самый первый Kings Bounty, можно было скорее сказать, что это приключение Игрокенческая игра, нежели стратегия То как раз в Heroes of Might and Magic больше добавилось стратегии Больше добавилось тактики, тактические бои В общем-то похорошели И, конечно, фанаты сразу же восприняли очень хорошо этот проект Тогда игры еще были маленькими И сюжету не особое значение придавалось Там просто была история нескольких фэнтезийных королевств На которых напали злые силы и с которыми мы боролись Heroes of Might and Magic прогремели на весь мир Стали не менее популярны, чем Might and Magic Неудивительно, что через год геройская серия получила продолжение Во второй части история сильно продвинулась Это была история борьбы двух братьев за властвование над самым крупным королевством С предательствами, изменами, альянсами, с добрыми силами, злыми силами Количество раз по сравнению с первой частью увеличилось с четырех до шести Новичками стали Светлый маг и Некроман Классическое фэнтезийное зло World Computing пошла по пути эволюционного развития серии И в принципе не прогадала Народ просто хотел продолжения, качественного продолжения, отлаженного И его получил Создатели использовали оригинальный ход Сюжеты сериалов хитроумно переплетались, что еще больше раззадоривало интерес геймеров Два брата, два наследника престола, Роланд и Арчибальд, оказались заклятыми врагами Роланд был добр, благороден и честен Арчибальд был совсем добр Один из них примкнул к силам света, в то время как второй стал воплощением тьмы, избрав путь Некроманта После смерти короля мир оказался втянутым в кровопролитную и жестокую войну Дальнейшее развитие этой истории было уже в шестой части серии Might and Magic Там было множество сюжетных веток, это была и, опять же, борьба за власть, и борьба злых сил за захват всего мира, и борьба добрых сил против этого Третья часть героев, вышедшая в 1999 году, стала, по мнению большинства фанатов, кульминацией серии По сравнению со второй частью, в ней не было революционных идей, однако все добавления и нововведения были идеально сбалансированы и отлажены Игра стала своего рода идеалом, эталоном в жанре пошаговых стратегий Третьи герои затягивали раз и навсегда Когда я первый раз играл в Третьи героя, у меня это заняло около двух месяцев Ну, не непрерывно, с перерывами на сон работал Ну, у всех было разное восприятие игры Сложно сказать, кому-то нравился сюжет, кому-то нравились, не знаю, тактические бои Кому-то нравилось просто, ну, посидеть, поразвивать замок, найти новые артефакты Вообще, окунуться в эту сказочную атмосферу Интересная и непредсказуемая линия, пронизывающая игровые кампании С любовью отрисованная графика, безупречно сделанные карты для одиночного и многопользовательского режимов Все это возвело Третьих героев в ранг неприходящей классики Однако, особой гордостью создателей игры стал искусственный интеллект Вообще, разработать искусственный интеллект для пошаговой стратегии Особенно такой, достаточно глобальной, как Heroes of Might and Magic, это очень сложно Нельзя сказать, что он был идеальным в третьей части Но, по крайней мере, действовал он достаточно разумно, агрессивно Было интересно играть как в однопользовательские миссии, так и в многопользовательские Это, конечно, здорово подкупало Когда все кампании были пройдены и потенциал однопользовательского режима был исчерпан Наступало время многопользовательской игры Например, в режиме Hot Seat Для того, чтобы несколько человек могли сыграть в одну игру Им не обязательно было иметь несколько компьютеров, соединенных локальной сетью и так далее Собирались, веселые компании, пересаживались, по очереди совершали ходы Ну и дух был очень соревновательный Серия героев стала для New World Computing курицей, несущей золотые яйца Однако даже этот успех не мог помочь в сложной финансовой ситуации, в которой оказалась компания New World Computing эксплуатировала популярные серии, выпуская проходные игры разных жанров под брендом Might and Magic Тем не менее, все они были в лучшем случае крепкими середнячками, а зачастую провал Когда компания разорилась, Джон Ван Канахим говорил, что ему было стыдно выпускать эти игры Спасти стремительно идущую на дно компанию должна была очередная серия героев Поскольку третья часть оставалась идеалом и улучшить ее могут показать невозможно Разработчики решились на отчаянный шаг, кардинально переработать всю игровую механику Например, в четвертой части герои стали полноправными участниками бизнеса Сама концепция серии подразумевает, что сражаются между собой герои Был довольно интересный момент. Во всех частях, кроме четвертой, командир, вот этот вот самый герой, он не был на поле боя Он как бы руководил войсками, но был неуязвим для атак вражеских юнитов Мог помогать магией своим войскам, но был неуязвим для чужих атак Вот как раз в четвертых героях разработчики приняли решение командира переместить на поле боя И многие очень негативно восприняли вот этот факт Изменений было множество Но вместо того, чтобы освежить геймплей и вдохнуть в него новую жизнь Они изменили игру до неузнаваемости И далеко не всем фанатам это пришлось по вкусу Я играл в нее два дня Я часто купил, я часто дождался, когда в России выйдет локализация официальной отбуки Для меня лично четвертая часть оказалась слишком революционной Она представляла собой революционное развитие серии, а не эволюционное Да, там были все знакомые замки, были знакомые персонажи, был достаточно знакомый мир Но там не было того, что характеризовало все предыдущие части серии Там не было разделения между героем и его армией Четвертая часть героев предложила псевдо-трехмерную панораму сражений И возможность сохраняться во время боя Но при этом сильно потеряла в качестве искусственного интеллекта Играть в однопользовательскую часть было неинтересно в принципе Компьютер ничего не мог противопоставить живым игрокам В результате получалось так, что скорее игра стала, может быть, больше смахивать на King's Bounty Когда игрок просто путешествовал по карте и сражался с нейтральными монстрами И сам уже думал, куда он пойдет и что он сделает От стратегии там мало чего оставалось Потому что некоторые игроки, управляемые компьютером Они не могли выйти за пределы маленькой зоны, ограниченной замком Значит, не могли сопротивляться Тогда казалось, что четвертые герои поставили жирный крест на сериале Смотрите во второй части программы Как российской компании удалось выиграть тендер на разработку очередной части героев У нас богата опция создания подобных игр, что на самом деле было ключевым фактором Сколько стран участвовало в разработке пятых героев Разные компоненты делались в разных частях света Почему разработчики до последнего момента не могли дать имена персонажам Имена, например, главного героя в игре поменялись в раз пять И какие изменения произошли в нации Темные эльфы, собственно, тоже наше нововведение Это и многое другое далее в программе Икона Любители пошаговых стратегий всего мира уже более десяти лет следят за каждым выходом новой серии Этого игрового сериала Игра со своей вселенной, персонажами и атмосферой покорила миллионы Добро пожаловать в мир героев меча и магии История появления пятой части героев сложна и запутана В начале 2003 года компания 3DO, бессменный издатель игр из серии Heroes of Might and Magic, потерпела крах Принадлежащие ей бренды пошли с молотка А самые главные из них, Might and Magic и, конечно же, герои, достались французскому издательству Ubisoft За смешные по меркам индустрии деньги всего 1,3 миллиона долларов Полгода судьба игры была неизвестна И вот в июле 2003 года российская компания Nival решила взять инициативу по разработке в свои руки Мы списались быстро с Ubisoft, мы сказали, что мы очень хотим делать эту игру У нас богата опция создания подобных игр, что на самом деле было ключевым фактором Дизайнеры, художники, программисты за короткие сроки приготовили презентацию для издателей Мы сделали, в сути, достаточно большую презентацию Создали ролик на базе всех наработок, которые у нас были по предыдущим играм Чтобы показать, как мы видим Героя 5 И, собственно говоря, поехали на выставку в Лондон общаться с Ubisoft Но, как оказалось позже, на разработку продолжения серии Heroes of Might and Magic Претендовали еще две компании из Восточной Европы и Америки Мы поняли, что у нас конкуренция достаточно сильная Но это только мобилизировало, так скажем, все ресурсы, которые были в тот момент доступны нам И мы собрали такую лучшую команду, сделали несколько мозговых штурмов То есть подготовили новый дизайн-документ, как мы видим дальнейшее развитие этого всего В итоге в ноябре 2003 года был подписан контракт с издателями и разработчиками И началась работа Четвертая игра серии была противоречивой Это делило стан фанатов на две части Кто-то остался верен третьей игре, кто-то стал приверживцем четвертой Началась не клановая вражда, но близко к этому Наша задача была сделать пятые такими, которые примут как любители четвертых, так и любители третьих Нам не стоит совершать революции Революции всегда делать интересно Но если мы работаем в рамках уже известного франчайза То нам нужно делать шаги постепенно И игра должна эволюционировать То есть фанаты предыдущих частей должны узнать в ней старую игру А люди, которые никогда не встречались, должны увидеть новую, интересную и приятную для них игру Первый раз, когда я их увидел, когда я просто сел за компьютером, чтобы в них поиграть Мне возникло ощущение, что я играю в третьей части И это мне очень понравилось Над созданием пятых героев работало огромное количество человек Более чем из 20 стран мира От России до Китая Ядро игры делали мы здесь, в Москве Но тем не менее разные компоненты делались в разных частях света То есть там звук писался в Канаде Часть анимации делались в Америке Часть графики делались и в Китае, в Гонконге, в Австралии В Испании, в Венгрии, в Чехии В итоге в игре появилось более 80 существ Свыше 200 навыков и умений героев И 70 заклинаний А над их разработкой трудилось 80 российских специалистов И более 200 внештатных сотрудников из разных уголков мира Мнение геймеров также учитывалось В игре очень большой комьюнити существует И мы с первого дня поняли, что нам нужно общаться с фанатами Нужно понимать, что они хотят в первую очередь Потому что баланс, который нам нужно было найти, он был очень тонкий В плане баланса между традициями и инновациями Скажем так, процентов на 70 целиком игра с видением дизайнеров и видением фанатов И пожелания тех, кто играл в серии, они совпадали В итоге герои получили графику нового поколения Впервые вселенная воплощена в полностью трехмерном виде Трехмерность, например, позволяет делать большое количество разнообразных анимаций Персонажи становятся более живыми и в их движении более разнообразными, интересными Странствуя по ее живописным просторам Невозможно не проникнуться волшебной атмосферой и красотой этого таинственного мира Например, раньше сундук всегда стоял на виду Теперь сундук может стоять за деревом Нужно смотреть карту местности, чтобы найти все сокровища Кому-то из игроков это нравится, кому-то не нравится Это противоречивая вещь, но это большое изменение Большие изменения коснулись и городов, которые своей красотой и размахом Отчетливо и ярко передают самопытность каждой расы В предыдущих частях серии города были достаточно утилитарными Это был просто набор каких-то интерфейсных решений, которые, да, выглядели как домики Но в принципе города у каждой нации, расы, они были совершенно одинаковые Мы же перед собой в самое первое время поставили как задачу, даже не задачу, а фантазию Нам захотелось сделать большие красивые трехмерные города Которые были бы совершенно отличными друг от друга, совершенно фантастическими, сказочными Сюжет пятой части остался в канонах классического фэнтели Страшные знамения исполнились в день свадьбы короля Николая и прекрасной Изабеллы Полчища демонов напали на страну и ввергли ее в спецы О, Господи, возьмите эту игру для спасения! Нет! Попробуй! 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 Теперь под прикрытием хаоса герои всех рас ведут в бой многочисленные армии Игрок вместе с каждым пройдет сквозь перипетии интригующего сюжета Прочувствует стремление и надежды каждый из рас И еще полнее ощутит разнообразие удивительной вселенной Heroes of Might and Magic Не вся история, интрига только начинается на этом Не все так просто И у демонов есть свои идеи У этого мира и каждая из фракций окажет влияние на этот конфликт Фактически расклад сил в мире очень сильно поменяется от начала игры к самому концу Новые герои отмечены не только отличным сюжетом и великолепной трехмерной графикой Создатели поменяли список противоборствующих рас К давно знакомым расам людей, демонов, эльфов, некромантов и волшебников Добавили новую — темных эльфов Темные эльфы Я в то время читал книгу о вселенной ДНД про темного эльфа Темные эльфы и те, кого не захватили Минотавры, Гидры Темные эльфы поклоняются черному дракону И это является их главным созданием Их способность — это комбинированные атаки Последовательность атак позволяет им навести более весомый урон противника Стратегические возможности мира Heroes of Mind and Magic стали еще совершеннее Новые возможности развития персонажей расширяют тактический арсенал Уникальные отличительные особенности каждой расы Сделают игровой опыт разнообразнее и ярче Все это позволит погрузиться в мир героев надолго 20 часов на кампанию, 6 кампаний То есть 100-120 часов Она огромная игра получилась Это не свойственно современным играм Они обычно сильно короче 20 часов, 40 часов, временами меньше Но это в традициях серии делать огромный эпический сюжет Для особых маньяков она позволяет возможность следить за сюжетом За сюжетной линией игры, за тем миром, который был сделан, придуман специально для этой игры Два года дизайнеры, художники, сценаристы и продюсеры создавали этот огромный фантазийный мир За время создания проекта многое менялось Работа осложнялась тем, что издатель находился за много тысяч километров от России А все нововведения и переделки приходилось кропотливо согласовывать На это уходило много времени Имена, например, главных героев в игре поменялись раз пять Учитывая количество героев, количество существ и диалогов Каждый раз замена всех имен приводил весь проект в состоянии хаоса Но все эти сложности не смогли помешать выходу игры А фанатам заполучить долгожданное продолжение Копулярность игровой России, она феноменальна Мы с самого начала были номер один по продажам И до сих пор держимся на очень высоких местах На самом деле, кстати, тоже достаточно уникальные были продажи С точки зрения, ну, по сравнению со всеми проектами Которые когда-либо были созданы в России По продажам пятые герои стали номер один в Германии и Франции Вошли в тройку лидеров в Америке и Великобритании Вот такое сочетание первых мест топовых продаж Ни у одной другой игры на одном этапе не было Новые заклинания, артефакты и умения героев и существ Увеличат количество тактических комбинаций Делая битвы еще интереснее, а прохождение игры еще насыщеннее Неинтересно же 120 часов играть в одно и то же Поэтому приходится придумать что-то новое Вводить новые элементы Двигать сюжет с помощью рассказа истории Вводить новые элементы в бой Развлекать игрока всеми возможными способами Лучшие традиции серии в сочетании с новыми идеями и технологиями Позволят игроку окунуться в чарующую атмосферу возрожденной вселенной Наполненную таинственной силой магии и благородным стремлением к битве Современные стандарты графики вдохнут в волшебный мир еще больше жизни А новые герои и существа сделают путешествие в нем еще более увлекательным А тот факт, что за разработку продолжения серии взялись отечественные разработчики Может говорить только об одном Продолжению героев быть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok